В школе достают вечно, а все остальное нормально. А что в школе? Ну, пристают ко мне, обзывают. Ссоры, конфликты случаются, особенно в период взросления без них не обойтись. Так есть и у детей Вадима, 13-летнего Егора и 10-летнего Матвея. Егор у меня скрытый. Вот с ним он очень тяжелый, он очень потенциально тяжелый. Он не рассказывает о своих моментах, он не рассказывает о своих ощущениях. То есть он немножко скрытный такой, где с ним немножко так тяжеловато. Матвея немножко, так скажем, неуверенный в себе. Хотя он ходит в центральное отделение, но у него все равно нет той уверенности, какая она должна быть у мальчика. Но он такой немножко... Может быть, это для того, что в школе отношение такое. А делится этим отношениями? Мы немножко знаем про это. Да, немножко такой... Видно, что он переживает за это. Да, да, да. Такой момент есть. Ну, в школе со мной никак не хотят дружить. Мне все равно, что со мной никто не хочет дружить. Тебе все равно, что не хотят с тобой дружить? А раньше же предлагал им свою дружбу? Да, раньше я был в первом классе. А они тебе что говорили? Они говорили, нет, уходи. И еще начнут меня бить ни за что. Потому что вот еще, когда кому-то иду, и они не туда бросают мяч, они говорят, что я виноват. Нет, я только к этому привык. А ты кому-то рассказывал, папе, учителю об этом? Да, рассказывал. Да, уже очень много раз. А что учитель говорит? Хорошо разберемся. Хорошо разберемся, да? И как разбираются? Ну, ругаются на них. Проблемы решены. Они такие тихие, спокойные дети. Не правонарушители. Но единственное, что вот мы узнали в этом году, то, что там очень много пропусков, я так понимаю, дети болезненные. Поэтому, может быть, это одна из причин того, что вот они так плохо социализированы. Ну, детский коллектив есть детский коллектив, сами понимаете. Мария Агапкина – психолог школы, где учатся дети Вадима. Готова взять в работу случай Егора и Матвея. Но пока что к ней с таким запросом никто не обращался. Ни учитель, ни сам Вадим. Либо сам ребёнок может подойти к классному руководителю, обрисовать ситуацию, что вот у меня такие-то проблемы. Классный руководитель обращается к социальному педагогу, к психологу. Психолог проводит там занятия, тренинги, социометрию. Насколько действительно слова ребёнка соответствуют действительности. Смотрит на самого ребёнка. Но, опять же, при этом очень важно, чтобы один из родителей дал письменное согласие на работу психолога. Иначе мы просто не имеем права с ним работать. Вот в этом вот большая очень загвоздка, что мы не можем просто взять ребёнка к себе и начать с ним работать. В том и беда продолжает Мария. Зачастую конфликт сложно разрешить только потому, что о нём не говорят, замалчивают. Мы порой, бывает, получаем даже письменный отказ в таких случаях от работы психолога. То есть некоторые, да, некоторые родители бегут от психолога, как от страшного человека какого-то. Хотя мы, наоборот, стремимся им помочь. В этой же школе уже восьмой год существуют службы медиации, как и во многих образовательных учреждениях по всей стране. Они появились примерно в это же время. Психолог-медиатор может помочь разрешить любой конфликт между школьниками, учениками, их педагогами, родителями. Я занимаюсь медиацией больше 30 лет. С самого начала, когда она появилась в нашей стране, ну, на моей совести, как я люблю говорить, более тысячи медиаций, опыт большой. Медиатор – это помощник тем, кто не может договориться самостоятельно и помогает за счёт того, что не встаёт ни на чью сторону, при этом у него большой опыт, и он может задать правильные вопросы, может регулировать эмоциональную атмосферу, помочь людям избавиться от желания мстить друг к другу, а наоборот захотеть разрешить ту проблему, с которой они столкнулись. Это гимназия в городе Волхов Ленинградской области. На первый взгляд в этой школе всё как у всех. Однако есть отличия. Здесь используют в работе медиацию. Мы вставим вот так стулья в круг, убираем мешки, потому что они так немножко вальяжно мне в себя ведут. А нам надо, чтобы они вот все на одном уровне были. Ну и делаем вот такой вот круг из стульев. Марика – социальный педагог. Ну, то есть вот здесь в зависимости от того, какое количество человек у нас, да, там 15-20. И очень хорошо мы ещё используем наши доски вот здесь. То есть всё, что дети говорят, записывается. Эту доску используем, ту доску используем. Поэтому всегда видно, какие ценности, какие правила дети выходят. Один из последних конфликтов, когда мальчик, значит, то, что ему очень нравилось, не нравилось другому мальчику. И он некорректно отзывался об этом. И у них произошла между собой такая ссора. И один из них обратился ко мне. Мы сели вместе в моём кабинете. Выслушала я одну сторону, вторую сторону. То есть, и, в принципе, пришли они к устному соглашению о том, что каждый имеет право на своё личное мнение и поэтому, как бы, инцидент был исчерпан. Но вы потом наблюдали, так сказать, действительно он был исчерпан? Да. Просто для вас так сказать? Нет, а я потом подхожу к ним, обращаюсь, спрашиваю у них, говорю, что есть ли у нас какие-то, возникают ли ещё какие-то конфликтные ситуации по этому поводу. В этом суть работы Марики. Недавно она прошла обучение на медиатора. Бывает так, что просто в коридоре к вам подходят? Конечно. Да, да. Очень часто приходят в коридоре, подходят и говорят. Тогда я говорю, подходите, чтобы на ходу не решать вопросы. Я тогда говорю, что приходите к вине. Мы тогда с одной из конфликтующих сторон садимся уже в спокойной обстановке, когда никто не шумит, нету никаких лишних звуков посторонних. И мы начинаем тогда обсуждать, в чём проблема. Марика наш выпускник базового курса медиации. Света – один из педагогов Марики. Помогала ей решать первые ссоры в этой школе. Сейчас навещает, интересуется, нужна ли ещё помощь. Мальчишка хулиганит немножко, обижает своих одноклассников. Сначала мы поработали с родителями этого класса, потом родители дали согласие на то, чтобы мы поработали уже с самими ребятами. И вот на данный момент всё, агрессии как таковой нету. Парнишка понял, что нужно безопасно себя вести в классе и с ребятами, и ребята стали по-другому к нему относиться. Света – юрист с 25-летним опытом. Её заинтересовала медиация, и она плотно погрузилась в эту науку. Познакомилась с Вероникой, в прошлом коммерческим директором сети ресторанов, а сейчас 10 лет как медиатором. 100% нужен в каждой школе медиатор. В каждой школе важно учить школьников управлению конфликтом, потому что я считаю, что мы в какой-то степени подставляем наших учеников, детей неразумно участвовать в конфликтах. Мы им не даём знания о том, как участвовать в них, и предлагаем самим разбираться в сложных ситуациях. А школа – это коллектив, где есть и взрослые, и дети, и родители. Света и Вероника запустили благотворительный проект «Договориться можно». Выиграли финансовую помощь на его реализацию от фонда президентских грантов. Пришла идея создать проект системный, создать его во всей, в данном случае в Ленинградской области, идти по районам и развивать медиацию. Мне в тот момент показалось, нужно в трёх направлениях сразу работать над просвещением, рассказывать много о медиации, проводить небольшие тренинги, обучать специалистов, кто останется в районе, кто будет работать. Медиаторы приезжают с лекциями в районы Ленинградской области и приглашают на обучение педагогов. Как же пройти обучение педагогам из других регионов, например, знакомым нам уже специалистам одной из школ Тамбовской области? Приглашайте к нам в гости после Ленинградской области, мы готовы приехать в следующий регион.